Привлечение кадров, в том числе и из стран ближнего зарубежья, объяснение принципа выплаты зарплат и роботизация процессов производства. Эти и другие темы в Барнауле обсуждали на первом сибирском форуме легкой промышленности. Особое внимание проблемам отрасли, маркировке товаров, которая ведет к удорожанию процесса производства одежды и обуви, наращиванию производственных мощностей. Есть определенные сложности с поставками технически сложного оборудования, которое не всегда даже производится в Китае. И сложности эти заключаются не только в транспортировке, но и в прохождении платежей поставщикам этого оборудования. Одно из кардинальных решений для сферы считает ряд участников – кооперация заводов. Так и распределять ресурсы и налаживать производственные циклы – эффективнее и проще. За последний год, к примеру, предприятие по выпуску снаряжения для охоты и рыбалки обзавелось несколькими подрядчиками. Они отшивают изделия взамен на раскрой. В определенном смысле завод кооперируется даже с рабочими. Кадровый вопрос сегодня номер один. Работающая система доска решения проблем, распредложений. То есть, когда любой человек может свою проблему, либо идею по улучшению какого-то процесса заполнить бланк, оставить на доске, и в течение короткого времени эта проблема рассматривается. И когда эта идея приносит экономический эффект предприятию, человек получает бонус в виде процента от экономического эффекта. Конечно, это не единственный способ по поддержке сотрудников, говорят участники форума. Некоторые предприятия, к примеру, ввели компенсацию за питание и реализуют программы по повышению квалификации. Это приносит неплохие плоды. Так, в самом популярном направлении легкой промышленности – изготовлении одежды – за два года число швей выросло на 40%. Однако, для решения проблемы кадров и этого мало. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком!